доброго дня на связи владимир и мы сегодня с вами создадим модельку профистации 21 для того чтобы наглядно видно было какие клавиши нажимая включу отображение клавиш и по традиции проверим и откорректируем наши настройки то есть у нас единицы измерения метры длина у нас миллиметры все теперь мы в это окошко загружаем нашу картинку reference то есть от сильную картинку на материалы с помощью которых мы будем создавать нашу модельку вот картинка профриста c21 он имеет такую классическую форму и что мы здесь имеем на расстоянии у нас от центра нижней нижней от этой нижнего полотна до центра следующего нижнего полотна 100 миллиметров это означает что один блок у нас будет иметь длину 100 миллиметров так как у нас плита верхняя нижняя не одинаковые 65 миллиметров то есть подъем с плитой 65 миллиметров а сама плита 35 миллиметров отсюда мы можем сделать вывод что подъемчик имеется по горизонтальную длину 15 миллиметров и вот начнем тогда самого начала также снизу и пойдем рисовать первый наш блок для этого наш стандартный кубик который у нас здесь отображен мы его мы с ним делаем точку для это выделяем все вершинки и соединяем их по центру теперь для удобства работы мы переходим в режим сверху и начнем экструдировать экструдируемый подъемчик на 21 миллиметр если не ошибаюсь сейчас я еще проверю еще раз сколько подъемчик почему-то здесь подъемчик не нарисовано он 21 миллиметр должен быть поэтому так и общая длина листа у нас метр пятьдесят один получается ладно подъемчик 21 миллиметр и смещаем по six права на 15 миллиметров теперь экструдируем верхнюю площадочку по оси x она у нас идет 35 миллиметров экструдируем вниз то есть по оси y на 21 миллиметр так сейчас и сдвигаем по оси x на 15 миллиметров еще раз экструдируем нижнюю площадочку по оси x на 35 миллиметров вот наш первый блок готов теперь нам нужно его размножить на соответствующее количество раз для этого мы посчитаем на нашей картинке reference раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять но фактически 11 верхних площадок поэтому мы его умножаем на 11 для этого добавляем модификатор рэй и прописываем здесь 11 раз по оси x соотносительным отступом равной уравняющимся единички вот мы получили наш контур теперь нужно ему соответствующим образом обрезать обрезать начале он буквально чуть-чуть и только уходит вниз и на этом конце он тоже буквально чуть уходит вниз поэтому выделяем все вершинки пока а до модификатор этот мы сразу же применяем выделяем все вершинки и меняем их по дистанции длиной 10 лишних вершинок все теперь чтобы укоротить для удобства мы можем нарисовать что-то что-то длиной в метр пятьдесят один как на схеме длина метр пятьдесят один от листа поэтому мы прописываем метр пятьдесят один лишние мы сейчас удалим осталась у нас осталась у нас такая линия мы сейчас эту линию уровнем вместе с этой для этого убираем снег такие лишние мы сразу же здесь уберем это вот это вот вершиночка у нас получился вид мы origin точку вращения по геометрии еще раз сделаем и здесь мы выравниваем тоже примерно по центру чуть-чуть смещу нам великую точность не нужно не знаю примерно сделали чтоб можно было края подровнять вот эти значения и теперь в этом объекте берем вершиночку и смещаем ее до этого края примерно 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 то же самое с этой вершиночкой двойным нажатия на g мы смещаем ее до края нашей линии до нашего ориентира до нашего ориентира если мы получили точный размер поэтому этот ориентир мы можем удалить все сейчас у нас получился готовый контур профлистика c21 теперь мы переходим во фронтальный режимчик и выделяем все вершинки экструдируем по оси z на две тысячи миллиметров на два метра все у нас получился четкий контур листика опять же единственное что он верх ногами у меня сейчас стоит я его переверну по оси x на 180 градусов и подниму две тысячи миллиметров единственное только мы сейчас сделаем это перевернем наши направляющие у фейсов наоборот чтобы эта сторона была лицевая все у нас готовый контур профиста теперь мы можем добавить ему толщины для этого выбираем модификатор solidify и прописываем стандартную ширину толщину которая продается в розничных магазинах это 0 4 миллиметра если приблизить поближе то у нас в принципе толщина выглядит ровненько но можно на всех случаев сравнять толщину и поставить здесь галочку even thickness вот мы видим что толщина подкорректировалась все теперь теперь наша модель в принципе готова пишите комментарии задавайте вопросы с вами был Вадимир всего доброго до связи и Субтитры подогнал «Симон»